И поэтому мы к этому привыкаем, и нам кажется, что молоко это полезно. И, например, то, что касается молока, я всегда говорю, что здесь... Я когда его сдал, я прихожу к жене, я говорю, я типа сдал на лактазу. А она такая, зачем? Я говорю, у меня 100% непереносимость. Она такая, не ври. Вот смотри, то, что касается молока, это не лоб в лоб. Ну то есть и вообще то, что касается здоровья, генетики, еды и питания, это вот не... это же мы же не роботы, не машины. Ксения, привет. Коля, привет. Ты мне сказала сдать анализ на лактозу. И вот я смотрю и на этот анализ. Сегодняшнее видео посвящено вот этой строчке. У меня, внимание, вопрос. Насколько вообще этот анализ нужный? Насколько важно человеку знать, что у него есть там переносимость, непереносимость лактозы? И вот если я правильно понимаю, что у меня какой-то вариант полиморфизма. Да. Насколько для меня это норма? Могу ли я скушать кашку на молоке и чувствовать себя здоровым и счастливым? Передаю тебе. Давай начнем по порядку. Молоко. Итак, давай, Коль, начнем с того. Молоко. Это вопрос животрепещущий, как ты понимаешь по комментариям на нашем YouTube-канале. Потому что молоко это тот продукт, который там с детства говорят, пейте, детки, молоко, будете здоровы. Да. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. И поэтому мы к этому привыкаем, и нам кажется, что молоко это полезно. И, например, то, что касается молока, я всегда говорю, что здесь проще даже определиться, потому что есть несколько тестов, которые мы можем сдать и посмотреть. Это тест на лактазную недостаточность. Анализ, тест, исследование по-разному можно сказать. И если 7 лет назад с этим были большие проблемы, мы заказывали из-за границы пробирки, поливали в колбочки, отправляли, то сейчас это суперпростой анализ. Я просто ходил в обычную лабораторию, сдавал кровь. Можно, сразу же хочу сказать, что можно сдавать кровь, можно сдавать слюну. Анализы будут абсолютно одинаковые, потому что это ДНК. То есть вы сдаёте свой генетический анализ. При этом этот анализ не поменяется на протяжении всей жизни, потому что это очень часто вопрос, могу ли я изменить лактазную недостаточность, а если у меня было так, а станет по-другому? Нет. То есть всё, Коля получил, у тебя твой генотип ТТ. То есть что такое гена? Ген – это всегда два аллеля. Один аллель от папы, один аллель от мамы. Соответственно, ты взял одну букву Т от мамы, одну букву Т от мамы. Мы могли ещё взять букву СИ. И вот когда лактазная недостаточность, полная непереносимость, это генотип CС через дробь, вторичная лактазная недостаточность CT или CT, по-разному можно говорить, и вот твой генотип ТТ – это отсутствие лактазной недостаточности. То есть что такое вообще лактазная недостаточность? У нас в молоке есть молочный белок – это козеин, и молочный сахар – это лактоза. Для того, чтобы молочный сахар лактоза переваливался в нашем организме, наш организм вырабатывает фермент, который называется лактаза. Поэтому анализ называется лактазная недостаточность. По сути, мы определяем, достаточно ли в нашем организме фермента лактазы, чтобы расщеплять молочный сахар лактоза. Смотри, я отдаваю тебе, прерву. Лактазная недостаточность, я понятия не имею, что это такое, но очень часто в американских фильмах бывает, съел кусочек сыра, или выпил йогурт, или молоко, и сразу побежал в туалет, я так понимаю. Это и есть лактазная недостаточность. Это то и есть. Вот очень часто люди, и причем дети с самого раннего возраста, у кого есть лактазная недостаточность, генетип Си-Си, вот у них такая реакция на молоко. У них может быть сыпь, тошнота, рвота, диарея и так далее. То есть это прям резкие проявления. Но я тебе сразу хочу сказать, что генетика проявляется в разной степени. И даже если есть, например, генетип Си-Си, то у одного человека может быть прям сразу же диарея от одного глотка молока, а кто-то не будет этого замечать, у него будет дисбиоз кишечника, то есть он так не чувствует, например, это явно, но у него происходят различные процессы брожения в организме, потому что молочный сахар лактоза кормит условно-патогенную флору. Это может проявляться в виде экземы, например, но человек не понимает. И вот дети с атопическим дерматитом в идеале должны исключать... Ксюш, правильно ли я понимаю, что вот этот листочек, это, можно сказать, моя индульгенция от тебя, что я могу пить йогурт и кушать молоку? Нет, это мы разберем еще вторую часть, то, что касается казеина и состояния твоего желудочно-кишечного тракта. Это нюанс. Вот смотри, то, что касается молока, это не лоб в лоб. Ну, то есть, и вообще, то, что касается здоровья, генетики, еды и питания, это вот не... Это же мы же не роботы, не машины. Здесь надо сопоставлять много факторов. Давай с тобой разберемся сначала с лактазной недостаточностью, а потом наслоим еще несколько факторов, которые будут работать. Итак, три генотипа. Все, четвертого не бывает, да? Соответственно, есть первичная лактазная недостаточность, генотип ССИП, вторичная лактазная недостаточность и отсутствие лактазной недостаточности. Когда у нас отсутствует лактазная недостаточность, мы, да, по умолчанию говорим, что я могу употреблять молочную и кисломолочную продукцию, мы сделаем акцент еще про казеин и про состояние ЖКТ. При первичной и вторичной, при первичной лактазной недостаточности, по опыту уже 18 тысяч своих учениц и еще там большого количества клиентов, исключаем просто строго и молоко, и кисломолочную продукцию, если у тебя первичная лактазная недостаточность. У меня жена сейчас, когда хлеб кушает, она кушает такое типа глютен-рескью, типа как помощь... Это фермент для расщепления глютена. Может быть, есть такой же фермент для лактаза? Конечно, есть. Именно так делают безлактозное молоко. То есть безлактозного молока, ну, как бы не существует, корова не может производить безлактозное молоко. Но я тебе хочу сказать, почему многие люди лучше усваивают парное молоко, нежели пастеризованное, которое продается в магазинах. Потому что, когда корова дает молоко, в молоке парном содержится фермент лактаза. Но когда молоко проходит большой процесс обработки, да, то этот фермент начинает содержаться уже там просто в микроскопических количествах. Существует фермент лактаза, конечно же, который могут и, собственно говоря, его и добавляют в обычное молоко, чтобы сделать безлактозное молоко. И поэтому, конечно, это будет вопрос. То есть есть обычное молоко... Извини, я запутался. Лактазу добавляют в молоко, чтобы сделать безлактозное молоко? Да. Лактоза – молочный сахар. Лактаза – фермент, который расщепляется лактозу. Молочный сахар. Лактоза и лактаза. Все, теперь понял. Лактоза – сахар, лактаза – фермент. И они добавляют лактазу в молоко, чтобы этот фермент расщепил молочный сахар. И таким образом мы получаем безлактозное молоко. Его не корова дает, его делают с помощью фермента Я понял Я против без лактозного молока, объясню чуть позже в теме про козеин Соответственно, с лактазной недостаточностью убираем все Очень малое количество людей может вообще переносить какие-то кисломолочные продукты даже То есть, допустим, ложка сметаны, возможно, это не критично Но на постоянной основе есть творог при первичной лактазной недостаточности У меня было огромное количество учениц, просто которые имели отеки Просто встают утром с огромной отечностью Вот, пожалуйста, проявление лактазной недостаточности Как много людей в России, ну, я так понимаю, что в Америке это популярно А в России же, первый раз от тебя услышал такой анализ Как много людей в России с СИСИ лактазной недостаточностью? Сложно разделить первичную и вторичную Ну, по статистике, сейчас я думаю, что уже она собирается Потому что большее количество людей, где-то 70% 70%? 70% имеет либо первичную, либо вторичную лактазную недостаточность Есть график, я его привожу на обучение в школе Там мир, наш мир Где концентрация людей с первичной и вторичной лактазной недостаточностью Рассмотрена территориально Да, по территориальному признаку Вообще, когда-то мы вообще не могли переносить лактозу Когда-то давно древние люди до развития животноводства и коров Не переносили лактозу У всех был генотип СИСИ Потом, когда появилось животноводство, молочная продукция Люди потихоньку, на самом деле генетика же меняется Так же, как появляется целиакия Аллергия на глютен, и ты потом уже передаешь своим детям То же самое В процессе тысяч лет Меняется генетика И с развитием животноводства и молочной продукции Мы стали, наш организм, скажем так, научился Каким-то образом переваривать этот молочный сахар Но базово нет Окей, СИСИ понятно СИТИ, ТИСИ? Это вторичная лактозная недостаточность Здесь базово разрешены кисломолочные продукты Но желательно исключение молока в чистом виде Почему? Потому что в кисломолочной продукции Содержится лактоза Но в процессе сквашивания и брожения в меньшем виде Но есть нюанс То есть, например, ты И есть человек со вторичной Я, кстати, тоже с генотипом ТТ Но я не пью молоко И не употребляю практически кисломолочную продукцию Почему? Я объясню чуть позже У нас при вторичной лактозной недостаточности Либо при ее отсутствии Есть другие показания к употреблению Либо неупотреблению кисломолочной продукции Это состояние желудочно-кишечного тракта Например, у тебя есть кандидоз У тебя есть синдром избыточного грибкового роста Синдром раздраженного кишечника Диагнозы, которые связаны с состоянием микрофлоры кишечника Фермент лактоза вырабатывается слизистой нашего кишечника И в твоем случае, Коля, когда мы видели твою по программу Мы видели, что у тебя есть нарушение микрофлоры Вследствие того, что у тебя не перевариваются достаточным образом Белки, жиры и углеводы Что это значит? Особенно, когда у нас есть запоры Когда у нас есть постоянное вздутие и газообразование Мы не можем употреблять кисломолочную продукцию И ориентироваться только на генотип Почему? Потому что у нас раздражается слизистая кишечника Даже если нормальный генотип, он не способен вырабатывать этот фермент Поэтому мы сначала лечим основное заболевание Восстанавливаем слизистую кишечника Для того, чтобы она могла вырабатывать фермент лактоза А потом при полном выздоровлении При генотипе ТТ или при генотипе СИТ Мы вводим кисломолочную продукцию Я тебе должен признаться, честно Этот анализ делался долго 30 дней, что-то в этом духе Я когда его сдал, я прихожу к жене Я говорю, я типа сдал на лактазу Она такая, зачем? Я говорю, у меня 100% непереносимость Она такая, не ври Я говорю, Юль, 100% непереносимость Ты сейчас мне объяснила Я удивлен, потому что Грубо говоря, до тебя я пил молоко Ни о чем не думал Жил вообще классной жизнью Потом, когда мы с тобой познакомились Я начал питаться правильно И я офигел от того, насколько изменилась моя жизнь И вот уже после Кипра Я начал себя снова плохо вести Питаться плохо Я удивился от того То есть я выпью, например, молоко Я люблю очень кофе с молоком Могу пить его в огромных количествах И если я переборщу с молочкой У меня газообразование настолько огромное Что даже бобовые рядом не стояли Я был уверен в том, что у меня есть Вот эта лактазная недостаточность Я, конечно, удивлен, когда ты мне сказала, что ее нету Именно поэтому я тебе говорю, Коль Что если есть проблема вышестоящих органов Желудочно-кишечного тракта Генетип ТТ Не индульгенция, как ты говоришь На употребление молочно-кисломолочной продукции Помимо этого Мы вот разобрали лактозу Есть молочный белок казеин И он тоже бывает двух видов И вот коровья молочная продукция Но за исключением некоторых видов генетических коров Которые специально разводят, например, некоторые фермы есть в Подмосковье Которые делают молоко типа А2 Я думаю, что ты в супермаркетах в Москве видел Там стоит молоко Крупными буквами написано А2 Тоже покажем О чем это нам говорит? Есть коровы с генетикой, которые производят это молоко Они отличаются типом казеина Коровьего, точнее молочного белка И большая часть коровьего белка Это тип казеина А1 А вот тип молока А2 Тип казеина А2 Это грудное молоко Козье Кобылье Верблюжье Овечье И так далее Вот это тип казеина А2 В чем основная разница? В том, что тип казеина А1 Это коровье молоко Расщепляется до вещества Которое называется бета-казиоморфин 7 Это вещество, которое подавляет нашу иммунную систему И оказывает воспалительные действия на наш иммунитет На слизистую нашего желудочно-кишечного тракта Понимаешь? То есть у тебя есть генетип ТТ Но я не скажу тебе, Коля Пей обычное коровье молоко И будет тебе хорошо Но есть при этом козье Почему козье считается более полезным молоком? За счет типа казеина Понимаешь? И то же самое с верблюжьим овечным Почему там в том же Казахстане Пьют там какое-то верблюжье молоко Или овечье молоко И оно более полезным Конечно, да И кисломолочная продукция Козий йогурт Козий сыр Козий творог Они, конечно, гораздо полезнее, чем коровье Например, я своего ребенка Который имеет генетип ТТ До 3 лет Я ему давала и готовила козий творог Который я делала сама Ксюш, если у меня с ЖКТ все супер классно Здорово, офигенно Молочку могу есть? Нет, Коль, тут надо учитывать еще сопутствующие заболевания Например, если у человека есть аутоиммунные заболевания Категорическое исключение При экземах, атопических дерматитах Сибарейных дерматитов Нейродермитах Категорическое исключение За счет того, что при этих заболеваниях Всегда есть избыточный грибковый рост Мы убираем лактозу, молочный сахар Если есть инсулинорезистентность Я чуть позже скажу про инсулиновый индекс То мы тоже убираем молочную кисломолочную продукцию В общем, когда мы собираем вот эту мозаику Можно мне есть или нельзя молочную кисломолочную продукцию Мы учитываем очень много факторов Я на самом деле крайне подробно об этом говорю на бесплатном вебинаре Мы разбираем эти факторы Какие продукты мы исключаем, когда у нас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом Приходите, чтобы понять, можно или нельзя вам употреблять молочную кисломолочную продукцию Ссылка на бесплатный вебинар находится в описании к этому видео Это вебинар, посвященный разбору анализов? Пищеварению Ну там и анализы, и продукты воспаления, которые влияют на ЖКТ Там же лактоза с казеином То есть я там буду на этом вебинаре изучать именно структуру кишечника? Не структуру кишечника, а работу своей системы пищеварения И можно или нет при состоянии твоей системы пищеварения употреблять те или иные продукты Окей, ссылка в описании Регистрируйтесь, переходите, уверен, что будет круто А вот если молоко проходит тепловую обработку, добавляется в чай, добавляется в кашу Или вот про иммунитет, да, ты знаешь, блюдо есть, молоко с медом как-то горячим И это вот типа считается круто А ты говоришь, что молоко это против иммунитета В общем вопрос в том, тепловая обработка как-то помогает лучше усваиваться? Нет, практически нет, нет, не помогает никаким Вот сквашивание, кисломолочные продукты, да, они будут содержать меньшее количество лактозы Но они будут содержать казеин Помимо этого, есть еще много нюансов, связанные с молоком и кисломолочной продукцией Это уровень инсулина То есть молоко и кисломолочные продукты за исключением сыра имеют высокий инсулиновый индекс Это значит, что когда вы их едите, вы поднимаете уровень инсулина За инсулином поднимается уровень тестостерона Почему на фоне при употреблении молока и кисломолочной продукции появляется акне даже при генотипе ТТ? Потому что у нас тестостерон, дигидротестостерон является причиной образования акне Допустим, какого-то блеска То есть все, они влияют на уровень гормонов в нашем организме Второй момент Молочная продукция также способствует в освобождении такого гормона, который называется альдостерон Альдостерон является гормоном, который провоцирует образование отеков Поэтому как только люди исключают молоко из своего рациона Они говорят, почему-то у меня пропали отеки Я всегда говорю, вот, вы можете это слушать Я могу лекции читать про лактозу, про козин бесконечное количество времени Но я всегда говорю, что оправдание употреблению молока можно найти Вот, например, Коля мог мне сказать У меня, Ксюша, генотип ТТ, поэтому знаешь что? Я пойду и буду продолжать пить молоко Да, но я всегда говорю, что бумажка бумажкой, но симптомы симптомами Есть другие показатели, на которые влияет молоко и кисломолочная продукция Убери на 2 недели молоко и кисломолочную продукцию И оцени состояние своего организма Собственно говоря, что ты делал И ты, имея генотип ТТ, увидел разительную разницу Между употреблением и неупотреблением молока и кисломолочной продукции Ну и последний момент, как я люблю Можем ли мы сделать какой-нибудь рейтинг молочных продуктов С точки зрения опасности Слушай, можно брать, например, сырые йогурты Это йогурты из непастеризованного молока Из парного молока Йогурты, кефиры, это топ Это самые полезные виды молочной и кисломолочной продукции Потом идет творог, молодые сыры Типа бурата, строчтелла, моцарелла и так далее Творог и все И самый низ, это просто обычное пастеризованное молоко Коровье, да, это прям самый-самый-самый низ Сыр в этой градации где? Смотря какой, с плесенью там же внизу Да, а вот такие молодые сыры, да, где меньше бактерий Они, конечно, наверху Поэтому, например А российский сметанковый? А, ну, кстати, вот сметана, допустим А, еще мы можем поднять в топ, например, айраны, кумысы Да, это вот как раз казеин А2 Это кисломолочная продукция Это все уходит у нас наверх То есть вот эта вся Ну, это не коровье, это неинтересно А, ты хотел именно коровье распределить? Именно коровье, да Ну, то есть, грубо говоря, вот этот сыр, который продается в магазинах, в пачках Это вот дно Это вообще, это просто Окей, хорошо Ксюш, последний вопрос, который в этом видео хочу тебе задать Вообще, вот эта бумажка, сдавать этот анализ Это важно и нужно для каждого россиянина? Смотри, Коль, я бы прислушивалась больше к себе Потому что, несмотря на генотип ТТ, ты понимаешь, что тебе надо исключать В силу, там, разных обстоятельств работы пищеварения и тех заболеваний, которые мы имеем Мы про них говорили Поэтому можно найти кучу оправданий Но при этом, если вы едите творог и вам плохо при генотипе ТТ Ну, очевидно, что надо его исключить, да Я за то, чтобы вот вы взяли свой период 2 недели Убрали, посмотрели на состояние вообще На общее самочувствие, отеки, состояние ЖКТ и так далее Ввели через 2 недели и тоже посмотрели Отреагировал ваш организм или нет Можно, конечно, чем больше мы о себе знаем Это как проходить ТО Да, я всегда за то, что чем больше мы про себя знаем Тем, конечно же, лучше Но если вы наглядно видите взаимосвязь между употреблением молока и своим самочувствием Но то это не даст вам право и разрешение на употребление молока У меня будет просьба к нашим зрителям Я хотел бы чувствовать себя не одиноким с точки зрения непереносимости молока Напишите, пожалуйста, в комментариях, как ваш организм переносит молоко Может, у кого-то хорошо, может, у кого-то плохо Как вы это поняли? Мне самому лично будет это крайне интересно почитать Я даже попрошу Ксюшу пролайкать те комментарии, которые мне нравятся А ты, по-моему, лайкаешь, да, комментарии? Да, конечно Ксюш, спасибо тебе огромное Как всегда, великолепно, что ты подсидели над моими анализами Спасибо тебе, Коля С вами была Ксения Черная, Николай Анализы на локтажную недостаточность И вы смотрели канал про здоровье Единственный канал на YouTube, где мы говорим о питании Не с точки зрения похудения, а с точки зрения восстановления здоровья